Самые точные весы в районе Ну вот, промылся с утреца Вот вес Ну вот, первый денёчек Здесь, здесь 72 килограмма Фу, ну, планы на 14 дней Думаю, где-то десяточку там скину, конечно, блин Страшно будет смотреть Ну ладно Вот второй раз здесь за полгода Первый раз голодал здесь и второй раз голодал Вот так вот, ребята, еда и депрессия, это наша постоянно от пережора Лишает нас вообще возможности быть вот в таких местах почаще И почаще веселиться Вот так вот, заканчивайте жрать Вот кому как, а мне уже со второго дня офигенно голодать Вот, на третий день захотелось кундалини выпустить Такой вот зальчик Тут Вот у меня коврик Самый толстый Йогов нету пока Зато есть видон Шикарный вообще Чума День три Завешивание Ну вот, четвертый день Наконец-то доехали до слонов Вон они там А это мой друг уже Мы с ним уже познакомились Да? Да Четвертый день Ну вот вам Вегетарианцы Хренову ту чутон вообще Нажирают как-то Вон Едят траву одну А вот это вот то, что они выдают потом Вот так вот Особенно вот это вот Батяня А? Натраве-то То-то Ну вот Пятый день заканчивается Ну, новостей не особо много В принципе, все нормально Никаких вроде негативных ощущений нету Вот Попил Попил куркуму Такую молотую Ну, чисто вот Сок из нее сделал Типа для детокса дополнительного Вот Сейчас чайку еще Такого имбирно-лимонного Немножечко Выпью Вот Ну, из Значит, из изменений Давно мне не снились сны Такие прямо Офигенные Глубокие Цветные Прям сон во сне Я прямо во сне осознал, что это сон Вышел И потом еще раз проснулся Вообще чума Ну, такое у меня было Наверное, пару раз в жизни, может быть До этого Сейчас вот такое прям Ну, офигенное переживание Вот Потом Ну Соцсетями ощущения Нахрен надо вообще Просто не лезу практически Ну, так немножко пробежался там По ленте И все Вот И пошла йога, конечно Вот на кундалини то, что я сходил Я не знаю, что там Как эти энергии ощущаются Но пошла йога прям активно Смотрю сейчас Андрея Вербу Ютюбец Отлично все заходит Прям информация так льется, льется Ну и, конечно, такое энергоэффективное Такое Спокойное состояние Не хочется ничего никому объяснять Не хочется учить Ну, такие возникают мысли там О чем-то рассказать Но потом думаешь, блин И молчишь Ну, уже знаешь, как бы результаты Молчишь Вот Так что вот так Конец пятого дня Ну, в общем Сегодня должен был быть Девятый день Моего голодания на воде Но На шестой день Я экстренно Из голодания вышел Решил все-таки Это видео сделать И все-таки его выложить А почему? Сейчас объясню Потому что Все-таки Должны быть в сети И такие вот Опыты не до голоданий И не только герои Здесь должны быть И Тот, кто ищет Должен всегда Иметь возможность Посмотреть И На опыт Вот такого Вот варианта Значит Что произошло? Просто на шестой день Утром Дикий просто аппетит Какой-то Просто Жена готовит Смотрю на еду Ничего не могу с собой сделать Хочется жрать Просто дико И все Ничего Ну в результате Решил, что все-таки Хватит И наверное Надо выходить Почему это произошло? Да? С моей точки зрения Ну во-первых Всего две недели Прошло После предыдущего Трехдневного Моего сухого голодания Может быть Не восстановился организм Да? То есть Требовались Какие-то вещества Наверное ему И он просто Выключил Вот эту вот Свободу И радость голодания Вот И во-вторых Конечно я пил Во-первых Воду кокосовую И пил Чай Имбирный Вот Может быть Это включило Как-то пищеварение Потому что имбирь остренький Такой мог включить А кокосовая вода Просто кокос попался Какой-то более сладкий Да? Чем Это необходимо И пищеварение включилось Я в таких случаях Считаю Что единственным Правильным Выходом В такой ситуации Это не насиловать себя Все-таки И начинать потихонечку Кушать Потому что Навредить очень легко Особенно на сроках Таких больше Чем 5-7 дней Вообще элементарно Можно Какие-то там Какие-то изменения Могут Дегеративные Произойти Которые замучаешься Потом восстанавливать И Конечно Падение энергии Сильное Прям понесло Вниз Вообще Дико Да? Вдруг Неожиданно Вот сегодня Захотелось Кофейку попить Там попил Да? На сигарету Потянул Опять Выкинул Выкурил В результате Одну Не курил Уже Хренову тучу Времени Я вот не пойму Что все-таки Так вот Сильно Подорвало То ли просто загнал себя Этими голоданиями То ли все-таки Какие-то мистические Моменты есть Да? И я полез просто В кундалини В кундалини-йогу И Может быть Какие-то Потерял Какие-то все-таки Энергии Вместо того Чтобы набрать Энергию Да? Все-таки Ее потерял И вот у меня Такой прям Раз как ударом По башке Типа Чувак Ты туда лезешь Вот так вот Ну В целом Я конечно Ни о чем не жалею Потому что Еще раз Навредить Это вообще Расплюнуть И Вам всем советую При голодании Очень четко Прислушиваться К желаниям тела Потому что Особенно Если вы Там Как я Например На четвертый день Совершенно спокойно Сижу в ресторане Ест жена Ест дочь У меня никакого Позыва Никакого Даже Ну Даже близкого Желания Покушать И тут Вдруг Так накатывает Таким тиким Желанием Покушать Что Невозможно Остановиться Просто Невозможно И плюс Конечно Ну 14 дней Для меня Это такой Был новый рекорд Был бы И Я наверное Рад Тому Что все Таки Произошло То Что Произошло Потому что Выходить Конечно Я За полгода За эти Вот Практики Там Однодневных Трехдневных Пяти Семидневных Голоданий Я Так И не научился Нормально Выходить Выходить Я не могу Просто Вот Катастрофически Да Я не понимаю Как люди Там Могут Тень Пить Разбавленные Соки Второй День Могут Пить Соки Неразбавленные Да Потом Понемножечку Начинать Есть У меня Все Я попил Утром Сок В обед Я уже Там Обожался Каких-то Фруктов А вечером У меня Как правило Такая уже Вегетарианская Конечно Но уже Трапеза Капитальная А на следующий День Я просто Начинаю Наваливать Там каши Там И так Далее Вот Но я В целом Просто придерживаюсь Вегетарианского Питания Да Ну иногда Конечно Шалю Вот Рыбкой Поэтому Ну пока Вот Бог миловал Да То есть 3-5-7 дней Ничего страшного Вроде бы Проходит Без Каких-то Лишних Приключений Вот Поэтому Слушайте тело Слушайте себя И если Голодание Ваше Не проходит Легко То Лучше Выходить Единственное Ни в коем случае Не выходите Прям в капитальный Кризис Но кризис Как бы Ацидотический кризис Когда вот У меня он был Ты не хочешь есть Тебе как бы Состояние фиговое Вялость Хочется поваляться Но Такого чтобы аппетит Был Нету Поэтому Если есть аппетит То Мое личное мнение Надо его Удовлетворять Вот Вот Поэтому Ну Сейчас Восстановлюсь Месячишку И пойду Еще раз Попробую И вам советую Да Потому что Если у вас Нет каких-то Критических Заболеваний От которых Вы там Скопытитесь Через Небольшое Количество Времени То Торопиться Смысла Не вижу А если Есть какие-то Заболевания То все-таки Инвестируйте Уже В это дело Едьте в клинику И под присмотром Врачей Проходите Там Длительные курсы Исцеления Самостоятельно Дома С какими-то Болячками Я все-таки Не советую Так что Вот Подписывайтесь Посматривайте Вот Буду делиться Дальше Своими Приключениями В поисках Здорового Образа Жизни Вот Ну В планах Рассказать Все-таки Как я сел В позу лотоса Да Это Будет история От человека У которого С рождения Стоит диагноз Повышенного мышечного Тонуса У которого Весь перекособоченное Тело Сутулы Из-за того Что мышцы Просто не тянутся И тут вдруг Неожиданно Для себя У меня ноги Вот так вот Согнулись Я об этом Расскажу Сейчас в видосике Это уже в рамках В рамках Проекта моей секты Йопта-йога Вот Можете там Посмотреть И Поговорим О выводе радиации Тоже в рамках Проекта Йопта-йога Считаю Тема актуальная Мало ли что Сейчас Видите Что-то в мире Установка напряженная Вот Так что все Не доголодавший Йопта-йог Буду рад видеть Всегда вас Посматривайте Пока Продолжение следует...